Ты отвечаешь нам, Ты благословляешь нас, Ты спасаешь нас. Мы благодарим Тебя, Господь. Я прошу Тебя в этот день, благослови каждого человека в этом зале, тех, кто нас смотрит через видео. Благослови. Пусть будут исцелены болезни, пусть уйдет всякое проклятие, пусть уйдет всякая зависимость, пусть уйдет всякая несвобода, пусть придет спасение, прощение, милость Твоя, благодать Твоя, мы поклоняемся Тебе. Святой Дух, я прошу, пусть Твое присутствие будет и пусть коснется Твоя рука, Господь, каждого сердца. Пусть в каждом сердце будет Твоя вера. Аминь. Слава Богу. Добрый день, дорогие братья и сестры. Пожалуйста, присаживайтесь. Давайте поблагодарим наших певцов, музыкантов за хорошее поклонение, за ту атмосферу, которая приходит в результате того, что мы славим и поклоняемся Богу. Я рад всех вас приветствовать в Доме Божьем. Слава Иисусу Христу. Пусть вас Бог благословит и верю, что сегодня Господь обязательно что-то сделает в каждой жизни. Знаете, Бог говорит, «Все творю все новое». Так сказал Иисус Христос. И Он действительно хочет что-то изменить в жизни человека, в сердце человека. И, во-первых, наверное, самое главное, чтобы в сердцах людей была вера. Аминь. Но об этом мы чуть позже поговорим. А сейчас хотел бы, чтобы мы вместе с вами помолились за нашего президента, за нашу страну, чтобы мы помолились за президента Соединенных Штатов, чтобы мы помолились за президентов европейских стран. Почему? Библия говорит, что когда мы собираемся, мы должны прежде всего молиться за начальствующих и за власти. Знаете, многим из нас сегодня тяжело. Почему? Ну, света нет, да. У кого-то родственники служат, кто-то, к великому сожалению, потерял своих близких на войне, кто-то потерял дома, кто-то потерял города, в которых жил. И нам действительно очень нелегко. Но, поверьте, тем людям, которые находятся у власти, еще тяжелее. Почему? Потому что наши решения решают только нашу жизнь. А люди, которые находятся у власти, от их решений зависит жизнь целого народа. И поэтому нам нужно молиться, чтобы Бог давал мудрости властям, чтобы они принимали правильные решения. Знаете, есть решения правильные, исходящие от Бога. Есть решения, которые исходят от человеческой гордости. Есть решения, которые исходят от человеческих амбиций. Есть решения, которые исходят от человеческой глупости, к сожалению. И такое бывает в жизни. Поэтому Библия говорит, молитесь, чтобы Бог благословил начальствующих и власти, чтобы в их голове были божественные решения. Аминь. Знаете, вот сегодня уже вспоминали человека по имени Соломон. И этот человек, он создал государство, в котором было сумасшедшее процветание. Там золото не считалось за что-то драгоценное. Представьте, насколько он сделал государство процветающим. Почему? Потому что он всегда слышал Бога. Поэтому все решения происходили оттуда, с неба. Слушайте, тяжелая ситуация. И не только в Украине. Поверьте мне. Я был сейчас в Европе, был в Америке, был в Корее, в Южной. И, знаете, война в Украине повлияла на всех. Сегодня все испытывают определенные проблемы. Сегодня в Америке цены выросли вдвое на все. Люди очень страдают, люди очень мучаются. Не так, как здесь. Но это все повлияло. И о чем это речь идет? О том, что нам важно, чтобы Бог благословил правителей этого мира, чтобы они приняли правильные решения, сделали правильные выводы. И таким образом мы с вами еще на этой земле хорошо пожили. Если вы не против, скажите Аминь. Давайте поднимем свою правую руку и будем молиться. Отец наш Небесный, мы молимся сегодня за нашего президента Владимира Зеленского. И просим тебя, Господь, благослови этого человека, благослови его жизнь, благослови его решения, его выбор, благослови всех советников, которые вокруг него. Боже, удали всех нечестивых людей, тупых людей, Господи. И пусть рядом с ним будут умные люди, которые дают ему правильные советы. Мы молимся за руководителей всех европейских стран. И так как они оказывают нам потрясающую помощь, мы просим, благослови, чтобы эта помощь продолжалась, чтобы она не остановилась, чтобы мировая поддержка была, чтобы нас поддерживали Китай, Индия, все арабские страны. Боже, благослови. Мы также молимся за президента Соединенных Штатов. И мы просим, благослови Байдена, благослови предстоящие выборы в Конгресс, Господь. И пусть выиграют все те, которые желают поддерживать нашу страну, желают поддерживать Украину и помогать ей. Мы молимся об этом. Также мы молимся за Путина и просим тебя, Господь, быстрее вылечи его. Пусть он ляжет на психушку и до конца своих дней лежит там. И пусть его лечат до конца его дней. И во имя Иисуса пусть на его место придет человек трезвый, здравый, понимающий, что война приносит только зло и только разрушение во имя Иисуса Христа. А мы просим тебя, Господь, благослови, чтобы сегодня наша армия могла побеждать на всех фронтах. Боже, пусть возвращается каждая область, каждый регион. Благослови, чтобы вернулся Луганск, Донецк, чтобы вернулся Крым, вернулся Херсон, вернулась Запорожская область. Боже, благослови. Мы молимся, чтобы ты поставил защиту и ограду свою вокруг всех наших воинов. Пусть ангелы твои ополчаются вокруг них. Боже, пусть все они вернутся неповрежденными. Боже, живыми. Мы молимся за наши войска. Мы молимся также, Господь, за комбрига и бригаду 110-ю и 109-ю. И мы просим, благослови эти две бригады, которые стоят на Авдеевском направлении. Боже, защити, благослови. Дай им, руководителям Божьим, мудрости. Дай им веру и дай им способность побеждать. Во имя Иисуса Христа мы поклоняемся Тебе и благодарим Тебя, Господь. Аминь. Слава Богу. Знаете, по статистике в мире 80% населения считают себя верующими людьми. И это доказывает тот факт, что вера – это то, что естественно для любого человека. Аминь. Для нас естественно верить. Поэтому даже когда коммунисты пришли к власти, они не пытались сломать веру людей, они ее просто перенаправили. И вместо Бога они перенаправили веру людей в светлое будущее. Почему? Потому что для человека естественно верить. Если ты потеряешь веру, то ты потеряешь все. Знаете, человек слаб, и люди проигрывают. Но с Богом люди всегда выиграют. Поэтому сатана выступает против твоей веры. Знаете, люди обливают грязью церковь. Обливают грязью священников. И какая цель? Цель одна – чтобы никто ни во что не верил. Ой, да все это брехня. Да все это. Что такое церковь? Как кто-то сказал, это хорошо организованный бизнес 2000 лет назад. И знаете, многие люди так живут. Так мыслят. Знаете, церковь – это место, где человека знакомят с Богом. Место, где человеку прививают веру. И дай Бог, чтобы ваши дети, они с рождения ходили в церковь. Чтобы им с рождения вкладывали в сердца веру. Человек побеждает верой. Человек выигрывает верой. Мы прочитали про тысячи людей, которые через веру, они смогли совершить сверхъестественные вещи. Написано, что они побеждали царство. Они выигрывали в войне. Жены получали умерших воскресшими. Они угощали силу огня. Они противостояли всем самым большим трудностям и испытаниям. И только потому, что у них была вера. Главное – не потерять веру. Будет вера – будет все хорошо. Не будет веры – дьявол тебя обворует. Сколько я видел обворованных семей, обворованных людей. Обворованных по разным направлениям. Знаете, у кого-то дьявол украл здоровье. У кого-то дьявол украл свободу. У кого-то дьявол украл семью. У кого-то дьявол украл детей. Люди охрабленные. Почему? Потому что они не смогли защитить свою веру. Слушай, ну вот тот человек верил. У него ничего не получилось. Даже если во всего мира что-то не получилось, это не значит, что у тебя не получится. Потому что каждый праведник будет жить своею верою. Своею верою. У тебя должна быть твоя вера перед твоим Богом, который тебя и спасет, и исцелит, и поможет тебе. Итак, первое, что появилось у этой женщины – это правильные мысли. Я должна встретиться с Иисусом Христом. Второе, она начала говорить правильные слова. Братья и сестры, нам очень важно на свою жизнь, на свою судьбу, на свою семью говорить правильные слова. Знаете, с чего начинается разрушение веры? Разрушение веры начинается с неправильных мыслей и с неправильных слов. У меня вопрос один ко всем. Кто хоть когда-нибудь в своей жизни переживал, что в твою голову влезут какие-то дурные мысли? Дурные мысли. Дурные мысли. Знаете, разрушение веры всегда начинается от дурных мыслей, от плохих мыслей. Для того, чтобы сохранить веру, надо сохранить свою голову от дурных мыслей. Такое понятие существует, как замена. Когда пришла плохая мысль, замени его чем-то хорошим. Например, пришла мысль, муж мой козел. О, видите, даже кто-то знаком зодиака подтвердил. Представляете? Что надо делать? Знаете, на любую плохую мысль у Бога есть мысль хорошая. То, что Бог дал, человек да не разрушает. Двое станут одной плотью. И когда Бог послал в твою жизнь человека, вы дали обед, вы поженились, вы приняли решение строить семью, Бог что-то сделал на небе. Он взял и этих двух людей соединил и сказал, эти двое станут одной плотью. Одной плотью. И то, что Бог сочетал, теперь человек что? Пусть не разрушает. А человек, он является самым ярым разрушителем в своей жизни. Я тебе скажу, ни один враг тебе так не напортит, как ты сам себе напортишь, как ты сам себе сделаешь зла. Ты строить должен свою жизнь. И строится она верой. Верой. Знаете, как один пастырь был в Корее, куда я ездил, доктор Юнечок, когда он рассказывал, он говорит, как я чуть не потерял семью, говорит. Я, говорит, почувствовал, что у меня пропала любовь к жене. Просто пропала. Знаете, в жизни все бывает. Чувства приходят, чувства уходят. Люди иногда в чем-то разувериваются, что-то теряют. И он говорит, я смотрю, думаю, Господи, что? Да разведусь и все. И Бог ему говорит, нет. Если ты разведешься, ты служить Богу уже не сможешь. Ты сможешь делать все, что ты хочешь, только Богу не будешь служить. Потому что Богу люди, которые не смогли сохранить свою семью, они не могут быть пасторами. Они не могут быть служителями. Он сказал, Господи, что делать? И Бог ему сказал, говори правильные вещи. И он говорит, я каждое утро вставал и начинал со слов, жена, ты самая красивая, самая умная, я тебя люблю больше всех. Через неделю пришло то, чего не было. От правильных слов происходят правильные чувства, происходят правильные решения, происходят правильные действия. И вот эта женщина, она, невзирая не на что, она говорила, как только я к Иисусу прикоснусь, я тот же час выздоровею. Я выздоровею. Она это говорила. Братья и сестры, говорите правильные вещи. Не говорите неправильных вещей. Чем больше мы будем говорить правильных слов, тем сильнее и крепче будет наша вера. Ну и последнее. Знаете, она не сидела дома, она шла к Иисусу. Если ты верующий, ты никогда не будешь сидеть дома. Если ты верующий, ты что-то будешь делать. Знаете, у нас огромное количество церквей, пасторов, лидеров, и все что-то делают. Война никого не заставила сидеть дома и прятаться. Кто-то пошел воевать, кто-то волонтерит, кто-то ходит каждый день на молитву церковь, молится, чтобы пришла победа. Но вера, она всегда действует. Она всегда что-то делает. Защитить свою веру. Это защитить свои мысли, защитить свои слова и делать правильные поступки. Знаете, я вспоминаю об одной женщине. Звали ее Анна. Она описывается в Библии как женщина, которая очень сильно страдала из-за того, что у нее не было детей. В древние времена, если женщина не имела детей, это считалось самым сильным проклятием, которое только может быть на человеке. и такие люди чувствовали себя, грубо говоря, несчастными. И смысл жизни для них вообще терялся. Я не буду вдаваться в подробности, какое значение в жизни женщины имеет деторождение. Когда-нибудь в другой раз мы об этом поговорим. Но вот эта женщина, она страдала от того, что она была бесплодной. Хоть ее и любил муж, хоть она и имела в жизни достаток, но она не могла успокоиться. И в первой книге царств, в первой главе 10 стихе написано, что она ходила в храм молиться. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько, горько плакала. Знаете, верующий человек, он не сидит на месте, он не страдает от самосожаления. Верующий человек, он что-то делает. Эта женщина, она просто ходила в храм. Там никого не было, а она там была. Зачем? Она приходила, она открывала свое сердце перед Богом, и она плакала. Знаете, вера зарождается в сердце человека, и только Бог может достучаться к сердцу человека. Вот почему хочешь верить, нужно молиться. Не хочешь верить, перестань молиться. Когда ты перестанешь молиться, ты сто процентов потеряешь веру. Возможно, это будет не сразу, возможно, это будет через какое-то время, но ты ее потеряешь. Вера, она поддерживается твоей молитвенной жизнью. Знаете, ученики однажды сказали Иисусу, научи нас молиться, научи. Почему они так сказали? Они увидели, что жизнь Иисуса полна чудес, полна сверхъестественных вещей и причиной, почему в жизни Иисуса столько было чудес, была именно молитва. Дорогие братья и сестры, будет молитва, будут чудеса. Не будет молитвы, не будет чудес. Я знаю десятки, а то и сотни случаев, когда люди, получив диагноз, страшный диагноз, тяжелый диагноз, они приходили в церковь для молитвы. Они приходили и просили, пожалуйста, помолитесь вместе со мной. Я вас очень прошу, попросите Бога вместе со мной, чтобы Бог исцелил эту болезнь. И знаете, через время человек возвращался и говорил, знаете, пастор, такая ситуация, врачи ошиблись. Вот они говорили, что рак, а мы помолились, они говорят, это ошибка была. Нет рака, то просто аппарат неправильно сработал, еще что-то неправильно сработало. Чем больше мы молимся, тем больше у врачей ошибок. Чем больше мы молимся, тем больше Бог действует. Знаете, эта женщина не смирилась со своим бесплодием. Она пошла в храм, и она молилась, написано, и она выглядела в этой молитве как пьяная. Ее уста еле шевелились, она что-то невнятное говорила, и когда проходил мимо священник, он увидел ее и сказал, слушай, ты что, пьяная пришла что-ли в церковь? Она сказала, не, считай твоей рабы негодной женщиной. Я женщина, скорбящая своим сердцем. Почему я молюсь Богу и прошу, чтобы Он дал мне ребеночка? Знаете, это была ее просьба, это была ее боль сердца, и она открывала это все для Бога. И знаете, этот священник посмотрел на нее и сказал, женщина, через год у тебя будет сын. И дальше написано, и отвечал Илья и сказал, иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое. Чего ты просила у него? Она же сказала, да, найдет раба твоя милость в очах твоих. И пошла она в путь свой, и ела, и лицо ее уже не было печально, как прежде. Знаете, чем вера отличается от неверия? Верующий человек, он когда получает веру в свое сердце, он получает убежденность, уверенность, и даже радость. Ребенка еще не было, беременности тоже не было, но была глубокая уверенность в сердце. И приходит эта уверенность не через что другое, как только через молитву. Знаете, многие люди, они раздвоены, а то и расстроены в своей жизни. У них нет уверенности. Нет уверенности в исцелении, значит, не будет исцеления. Нет уверенности, что сохранится семья, значит, не будет и сохраненной семья. Нет уверенности, что родится ребенок, значит, и не родится ребенок. Нет уверенности. Вера приходит в сердце человека через молитву. И ты не можешь получить веру, если ты не молишься. Проблема с семьей Начинай молиться за семью Сколько молиться Пастор день, два, три, месяц, год Пока придет уверенность Вот как мне когда-то пришла уверенность Смотрел я на всех Першотравенских наркоманов Как их арестовывали Как они бегали по городу Все в дырявых штанах За наркотиками Все Измученные Исколотые, растерзанные Я молился Молился день, два, месяц Я говорю, Господи Кто-то же должен спасти этих людей Кто-то же должен помочь И знаете, с того дня У меня появилась уверенность Убежденность Что Любого наркомана Можно от наркотиков освободить Знаете, ничего с этого времени Не поменялось Эта же уверенность Она осталась в сердце Если Бог что-то вложит в твое сердце Оно у тебя останется Но это приходит не просто так Это приходит через молитвы Знаете, я был сейчас в Корее Доктор Ион Гичо Пастырь известный Самой большой церкви в мире В которой было 830 тысяч человек В церкви, в которой было Потрясающее количество чудес Вплоть до Воскрешения людей Из мертвых Это самое великое чудо И Легенды ходили о том Как этот пастырь молится Просто ходили легенды Он молится Секретарь бежит к нему с телефоном Говорит Пастырь, пастырь Вам президент звонит Он говорит Когда закончу с Богом разговаривать Перезвоню Знаете, когда ты молитву ставишь Выше всего в своей жизни Тогда у тебя будет вера Когда молитва для тебя Это Знаете, как по Украинской присказке Як до горя, то и до Бога Я видел это не раз 30 лет пастырь Я постоянно это вижу Смотрю, была женщина Ходила в церковь Потом исчезла Обычно, когда люди исчезают Ну, когда все хорошо Сильно хорошая жизнь настала Все хорошо Деньги пошли Курорт там какой-то Турция Туда-сюда Куча дел появилась Понимаешь Все в жизни складывается Все Смотрю, исчезла Нету Полгода не вижу Потом Смотрю, появилась на служении Так молится Так молится Руки поднимает Плачет Я подхожу Говорю, что-то случилось Она говорит Рак почки Это что такое? Мы такие люди Тупые Что для того, чтобы мы Замолились Надо рак почки Мы такие люди Тупые Что для того, чтобы Пришла вера И для того, чтобы Молитва пришла И для того, чтобы Человек начал верить В Бога Для этого нужно создать Человеку Проблему Нет Мы нормальные люди Нам вера нужна Для каждого дня Жизни Мы верой живем Мы верой Движемся Мы верой Существуем Верой Мы все Преодолеваем Все преодолеваем Верой Поэтому Чем больше Верующих людей Тем сильнее нация Тем сильнее народ Этот народ Который верит Он Непобедим Но вера Не приходит Просто так Она приходит Через молитву И знаете Я когда бывал В этой Южной Корее Я всегда это впечатлял Думаю Ну как можно было После этой войны Там три года Была война Три года В 50-м году Между Северной Южной Кореей Началась война Очень похоже Как между Россией И Украиной Сталин был У власти В Америке Был Трумэн И вот они воевали Три года Погибли Десятки Сотни Тысяч Людей Кровопролитие Было Казалось бы Что вот скоро Уже этой Южной Кореи Не останется Им американцы Помогали Братья и сестры Всем кому помогают Американцы У всех все хорошо У всех все плохо Кому помогает Россия Поэтому Пошли вы За своей помощью Куда Куда хотите Куда-нибудь Туда На Чукотку Пусть нам Америка Помогает Американцы Верующие люди Знаете Там много Верующих Людей Куда бы ты ни Приехал В Америку Все Говорят Мы хотим Помогать Мы хотим Помочь Мы хотим Поддержать Да Верующие люди Почему Потому что Молятся Там где люди Молятся Там всегда Есть вера Там где люди Не молятся Там нет веры И вот была война Три года Представьте И за войну В Корее Люди Привыкли Молиться С 5 утра До 7 Каждый день С 5 до 7 утра 10 миллионов Корейцев Молятся До сегодняшнего дня Как так Бог Благословил Нацию Какое Процветание Бог дал Стране Вот такой Клочок земли Меньше Киевской Области Она Закидала Весь мир Этими Самсунгами Хундаями Экранами Этими Системами Всякими Как Там где молитва Там есть вера Там где есть вера Там всегда Есть процветание Успех Счастье Устройство Знаете Для того Чтобы получить Веру Эта женщина Пришла в храм И она в храме Молилась Каждый раз Когда мы Собираемся Для чего Мы собираемся Библия говорит Дом мой Домом Молитвы Наречется Мы собираемся Чтобы молиться И там где есть молитва Там появляется вера Если ты веришь Все возможно верующему Какой бы ни был диагноз Все может измениться Какая бы ни была Зависимость Все может измениться Какая бы ни была Семейная проблема Все может измениться Тебе просто Тебе просто Нужна вера Там где есть вера Там есть решение Там где нет веры Там нет решения И знаете Эта женщина Вышла из храма И она уже Не была печальной Бог вложил В ее сердце Веру Если Бог Вкладывает В твое сердце В веру Ты будешь По-другому Смотреть на жизнь Ты будешь По-другому Смотреть на обстоятельства И она Жила с верой Ходила с верой И в конце концов С верой Родила Ребенка Друзья Вера Приходит в сердце В результате Молитвы Вот почему Нам важно Много молиться Нам важно Обращаться К Богу В молитве И как ученики Однажды сказали Иисусу Иисус Научи нас Молиться Научи Это должна быть Наша просьба Знаете Мы Не только церковь Здесь Мы Еще собираемся По домам Для чего? Для того Чтобы молиться Мы Проводим Также Разные Учения Для того Чтобы люди Могли Научиться Молиться Потому что Там Где люди Не умеют Молиться Там Никогда Не будет Веры Там Где люди Умеют Молиться Там Всегда Будет Вера Есть Три Вида Молитвы О которых Учил Иисус Первый Он сказал Если ты Хочешь Помолиться Зайди В комнату Твою Затвори Твою Дверь И Бог Твой Видящий Тайны Обязательно Воздаст Тебе Явно Есть второй Вид Молитвы Если Двое Из вас Попросят О каком-то Деле Согласятся Молиться О каком-то Деле То Все О чем Они Попросят Бог Им Даст Ты Должен Не только Молиться Лично Но Ты Должен Найти Напарника Для Молитвы Есть Третий Вид Молитвы Наверное Самый Мощный Это Когда Вся Церковь Молится За твою Нужду Вот Почему У нас Есть Такая Корзинка Куда Мы Складываем Все Все Свои Нужды И все Свои Проблемы И поднимаемся Для того Чтобы вместе Об этом Ходатайствовать Церковная Молитва Совершает Сверх Естественные Чудеса Знаете Для того Чтобы иметь Ответ На молитву Недостаточно Просто Разговаривать О молитве Для этого Нужно Обязательно Молиться Можно Много Об этом Говорить Можно Много Рассуждать А можно Просто Начать Молиться Возможно Здесь Есть люди Которым Это все Тяжело Которым Трудно Мы Здесь В церкви Именно Для того Чтобы Каждый Человек Научился Молиться И таким Образом Получил Веру Веру Которая Дает нам Победить Которая Дает нам Выиграть Давайте мы Все Поднимемся Склоним Свою голову Закроем Глаза Поднимем Свои руки К Богу И Вместе Скажем Отец Наш Небесный Мы Приходим К Тебе Во Имя Иисуса Христа Дух Святой Научи Нас Молиться Пусть Сегодня Из Нашего Сердца Из Нашего Духа Течет Молитва Дух Святой Благослови Аллилуйя Слава Тебе Отец Небесный Мы Поклоняемся Тебе Мы Благословляем Твое Великое И Святое Имя Мы Благодарим Тебя За то Что Ты Спас Нас Оправдал Нас Помиловал Нас Простил Нас Освятил Нас Господь Слава Тебе Мы Благодарим Тебя Господь Что Ты Слышишь Нас А если Ты Слышишь Значит И Отвечаешь На наши Молитвы Боже Мы Славим Тебя Мы Поклоняемся Тебе Мы Благословляем Твое Великое И Святое Имя И Просим Тебя Благослови Спаси Каждого Человека Пусть Сегодня В этот Вечер Будут Прощены Все Грехи Боже Открыты Пусть Будут Сердца Для Спасения Прощения Для Оправдания Боже Мы Просим Тебя Во имя Иисуса Христа Боже Я Молюсь Чтобы Сегодня Всякая Болезнь Была Исцелена Всякая Немощь Боже Я Прошу Тебя Во имя Иисуса Христа Джер Алла Блэсси Алла Блэсси Дух Святой Мы Просим Тебя Мы Верим В силу Твоего Исцеления Силу Твоего Освободления Я Молюсь Сейчас Господь Чтобы Ты Прикоснулся Каждому Человеку Исцели Всякую Болезнь Пусть Идет Всякая Опухоль Пусть Идет Всякая Болезнь Сердца Пусть Идет Болезни Иммунной Системы Боже Благослови Пусть Идут Всякие Болезни Внутренние И мы Молимся Тебе Об этом Во имя Иисуса Болезни Убери Убери Всякую Зависимость Зависимость От алкоголя От курения От наркотиков Боже Мы молимся Сегодня Чтобы Ты Сохранил Семьи Защити Боже Сохрани Семьи Сохрани Отношения Дух Святой Мы верим В силу Твоего Вмешательства В каждую Жизнь В каждую Семью В каждый Дом Господь Благослови Аллилуйя Дух Святой Мы поклоняемся Тебе Мы славим Тебя Мы превозносим Тебя Если в твоем Теле Есть какая-то Болезнь Подними Свою Правую Руку Высоко Вверх Дух Святой Я прошу Тебя Пусть Твоя Исцеляющая Сила Наполнит Каждую Правую Руку Сейчас Каждую Правую Руку Я верю В твое Исцеление В твое Исцеление Боже Я молюсь Чтобы ты Вложил В каждое Сердце Веру 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 В то Что болезни Могут Быть Исцелены Веру В то Что каждый Человек Сейчас Может быть Исцелен Силой Святого Духа Я молюсь Чтобы ты Вложил Веру Отец Небесный Вложи Веру В каждое Сердце Аллелю Аллелю Держи Правую Руку Поднятой И Следующие Несколько Минут Просто Проси Бога Скажи Бог Ты Творишь Чудеса Исцели 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 Господь Исцели Ты Творишь Чудеса Проси Проси Пусть В твое Сердце Придет Вера Пусть Придет Вера В исцеление Вера В исцеление Вера В исцеление Библия Говорит что язык немого будет петь, слепой будет видеть, хромой вскочит, как олень. Дух Святой, мы верим в силу Твоего исцеления, в силу Твоего восстановления во имя Иисуса Христа. Всякий дух немощи, дух болезни. Я говорю, убирайся вон, пусть придет дух веры в каждую жизнь. Именем Иисуса Христа я говорю всякому дьяволу, духу немощи, духу болезни, убирайся вон, из каждой жизни. Скажи мне, если со мной, убирайся вон, дух болезни, дух немощи, убирайся вон. Я верю в силу исцеления и в силу восстановления. Положи правую руку на то место, где у тебя есть болезнь. Положи правую руку на это место. Господь, я молюсь сейчас за каждого человека здесь. И я прошу, благослови, пусть будут исцелены ноги, пусть будут исцелены колени, пусть всякие боли уйдут. Во имя Иисуса Христа пусть расправятся колени, Боже, пусть ноги сгинаются, исцели во имя Иисуса. Я молюсь, чтобы все болезни сустава ушли, чтобы артрит ушел. Дух Святой благослови, благослови, восстановление в костях пусть придет. Во имя Иисуса Христа. Я молюсь, чтобы сердце было восстановлено, чтобы ушли все болезни сердца. О, ширамасы. Дух Святой восстанови Я молюсь, чтобы ушла всякая слабость Немощь Я говорю, Дух болезни Дух немощи, убирайся вон Пусть идет бесплодие Пусть идет всякое проклятие Во имя Иисуса Проклятие преждевременной смерти Проклятие на развод На развал семьи Пусть это уйдет во имя Иисуса Дух Святой Мы принимаем силу твоего божественного исцеления И божественного восстановления Есть человек, у которого проблема с позвоночником И там выпадение дисков Прямо сейчас Дух Святой тебя исцеляет Есть кто-то, у кого были сильные боли в поджелудочной Бог тебя исцеляет, просто восстанавливает Есть женщина, у которой воспаление было И какая-то опухоль щитовидной железы Будь исцелена прямо сейчас Есть человек, у которого проблема была с правой рукой Ты не мог поднимать правую руку Я молюсь о твоем полном исцелении и восстановлении Я молюсь о твоем полном исцелении и восстановлении Дух Святой, спасибо тебе Мы поклоняемся тебе, мы славим тебя Есть девушка, у которой проблема со зрением У тебя упало зрение сильно Бог восстанавливает твое зрение Мы принимаем это во имя Иисуса Христа Есть человек, у которого были сильные боли в поясничной области Во имя Иисуса я принимаю силу исцеления Давайте еще несколько минут просто будем молиться Богу И благодарить Скажи, Господь, спасибо тебе Что ты исцеляешь все мои недуги Все мои недуги Господь, слава тебе Спасибо тебе, спасибо тебе Есть женщина, у которой хромая правая нога Прямо сейчас Господь ее исцеляет Во имя Иисуса Христа И восстанавливается твоя подвижность ноги И уходят всякие боли И всякая хромота уходит Во имя Иисуса Христа Мы благодарим тебя, Господь Что ранами твоими мы исцелились Спасибо тебе Спасибо тебе, Иисус Спасибо тебе Спасибо тебе Спасибо тебе, Дух Святой Мы поклоняемся тебе Мы славим тебя Мы превосносим тебя Господь, вся слава Вся честь тебе Вся хвала тебе Мы благословляем Твое великое и святое имя Слава тебе, Отец Небесный Сейчас опустите свои руки Опустите свои руки Следующие несколько минут Там на балконе тоже Проверьте свое тело Проверьте свое тело Если у вас что-то болело Проверьте там, где это была боль Если вы что-то не сгинали Проверьте это Если была шишка где-то Опухоль где-то Проверьте свое тело Проверьте Если вы будете стоять Не шевелиться То ничего не изменится Вам надо просто Проверить себя Проверить Если кто-то чувствовал Какие-то боли В позвоночнике Еще проверьте Понагинайтесь Понаклоняйтесь Если ты чувствовал Какие-то проблемы Со зрением Просто возьми Посмотри в книгу Посмотри еще куда-нибудь В телефон Проверьте себя Проверьте себя Несколько минут Проверьте себя Проверьте себя Сейчас посмотрите на меня Я хотел спросить Кто прямо чувствует сейчас Что Бог его исцелил Подними свою правую руку Я хочу посмотреть на таких людей Слава Богу Слава Богу Слава Богу Поднимите выше Давайте братья и сестры Прославим Бога за этих людей Давайте прославим Бога за этих людей Слава Иисусу Я благодарю Бога за ваше исцеление Будьте здоровы И пусть полное восстановление Приходит во все органы Во имя Иисуса Христа Во имя Иисуса Господь творящий чудеса Я вам скажу Вы не сюда не просто ходить будете Вы сюда бегать все будете Летать все будете Да Почему? Потому что там где молятся Там все хорошо Там здоровье Там восстановление Там хорошее настроение Там жизнь меняется к лучшему Давайте хорошие аплодисменты Богу дадим еще раз Слава Иисусу И Давайте еще раз поднимемся Для одной молитвы Закроем свои глаза Если кто-то еще не принимал Иисуса Не каялся Не отдал свое сердце Богу Ты никогда не просил У Бога прощения своих грехов Или может быть Ты просил у Бога Прощения своих грехов Но Ты никогда не почувствовал Что Бог простил тебя Оправдал тебя Спас тебя И помиловал Если ты такой человек, и ты никогда не каялся, никогда не принимал Иисуса Христа, никогда не принимал Его прощения, Его оправдания, послушайте меня, да? Хорошо, можно не ходить пока никуда? Вы все-таки хотите куда-то пойти, да? Я понял. Хорошо. Если вы никогда не принимали Иисуса, никогда не каялись в своих грехах, никогда не открывали свое сердце для Господа, если вы никогда не сказали, Иисус, прости меня, помилуй меня, знаете, это важно. В сердце, которое наполнено грехом, там нет веры. Для того, чтобы в сердце пришла вера, нужно освободить его от греха. Аминь. Поэтому, если вы никогда не принимали Иисуса, или, может быть, принимали, каялись на какой-то причине, отступили, ушли, я бы очень хотел за вас помолиться. Если вы такой человек, поднимите правую руку высоко, я за вас помолюсь сейчас, помолюсь сейчас. Высоко поднимите, помашите. Пожалуйста, все те люди, которые подняли свою правую руку, я хочу за вас помолиться лично. Придите сюда вперед, и мы за вас помолимся. Аминь. 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 Идите сюда. Все, кто хочет просто получить продуктовый пакет, откройте им двери, пусть идут. Идите, идите, получите все равно, нет проблем, идите. А все, кто хочет помолиться, идите сюда. Давайте быстренько поделимся на тех, кто хочет помолиться, сюда идите. Кто хочет продукты просто получить, идите туда, двери откройте им, пусть идут. Все, пусть все идут. За продуктами, кто хочет, все идут. Все, кто хочет помолиться, сюда идите, сюда идите. О, слава Богу. У меня такое ощущение, что скоро, как сказать, молящихся больше станет, чем продуктовых. Давайте, все, кто помолится, сюда, сюда. Тут место есть еще, да. А те, кто продуктами, идите, получите, идете. А те, кто помолятся, и помолятся, и продукты получат. И там, наверное, что-то лучшее будет 100% внутри. О, смотрите, у меня в бригаде прибывает. О, это, у Одессы у него убывает. Ты видишь, он там пошел, пытается как бы себе там набрать компанию, но у него меньше становится. Смотрите, у меня больше становится. Кто хочет помолиться, проходите сюда. О, слава Богу. Давайте поаплодируем этим людям. Все, все, а вы идите, 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 идите. Все, нормально, идите. Там двери откройте им, пусть идут. Слава Богу. Хорошо, давайте закроем глаза. Тихо. И скажем вслух. Иисус Христос, я прошу Тебя, прости все мои грехи силой Своей крови. Омой меня, Иисус. Очисти. Освети. Я открываю свое сердце и принимаю Твое прощение, Твою милость, Твою любовь. Я говорю, Иисус Христос, Ты мой Господь и мой Спаситель, и вся моя жизнь в Твоих руках. Дьявол, убирайся вон. Я верующий, и в моем сердце живая вера, которая помогает исцелиться, получить благословение. Божью защиту, Божью милость. Спасибо Тебе, Господь, что Ты услышал меня и принял меня. Аминь. Будьте благословенны, всего доброго, с миром Божьим вы можете проходить на свои места. Субтитры создавал DimaTorzok